В Китае целая серия коррупционных скандалов, внутрипартийную проверку, это довольно серьезная процедура, начали в отношении замглавы администрации провинции Гуандун. Под пристальным вниманием комиссии по дисциплине и бывший губернатор провинции Сычуань, под арестом экс-помощник бывшего председателя КНРХу Зинтао Лин Цихуа. На днях стало известно, что его родной брат, который скрывается в США, раскрыл ФБР и ЦРУ ряд правительственных и военных секретов Китая. Информация по оценкам некоторых американских СМИ может быть самой ценной за последние 30 лет. В КНР массовая кампания по борьбе с коррупцией была объявлена в 2012 году. Попавшимся чиновникам грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни. Но, несмотря на это, государственная должность для китайцев – вожделенное место работы. И за право получить ее ежегодно борются миллионы жителей Подневестной. Марина Чайка расскажет больше. Здесь каждый мечтает о карьере чиновника. В зале «Аншлаг» – это последняя лекция перед главным испытанием. В Китае со времен Конфуция путь на госслужбу один – экзамен. Гарантий успеха никаких. Конкурс порой такой, что кажется, проще выиграть миллион в лотерее, чем получить заветную должность. Три тысячи человек на место. Да-да, три тысячи к одному. Вы не ослышались. Это конкурс на вакансии в Минсоцразвитии. Возможно, все, если правильно подойти к подготовке и самому экзамену. Верно распределить время и не погружаться в предметы глубоко. Запомнить только самое необходимое. На красном полотне белые иероглифы «Вместе создадим прекрасное будущее». А будущее у чиновников Поднебесной и впрямь неплохое. Здесь, говорят, нет лучшей работодателя, чем родное государство. Стабильная работа и пенсии дают уверенность в завтрашнем дне. Бизнес этим похвастаться не может. Я сейчас испытываю сильный стресс, но это того стоит. Здесь все равны, а значит, можно честно послужить нашей стране и самому добиться успеха. Экзамен на замещение вакансии на госслужбе сдается раз в год в один день. Списывать опасно. Наказание суровое. От трех до семи лет тюрьмы. Число попыток не ограничено. Сдавай хоть до старости. Студент Ван Ли решил не дожидаться выпуска из института. Кто знает, сколько еще раз придется сдавать экзамен. Молодежи сейчас преимущество. Мы отличаемся от предыдущих поколений. По другому мысли мы ездим за границу и видим, как там все устроено. Я готовлюсь к экзамену уже полгода и хотел бы попасть в налоговую инспекцию. Впрочем, за мечту о госслужбе нужно платить. Это целая индустрия. Такие курсы стоят немалых денег. Иногда это суммы в десятки тысяч долларов. Для тех же, кто верит только в свои силы, в книжных, специальные отделы, с учебниками, по любым дисциплинам. В чиновнике все должно быть прекрасно. Он обязан быть последовательным, логичным, хорошо знать историю и даже разбираться в искусствоведении. Но, пожалуй, самое главное — это знать на зубок все постулаты марксизма и решения последних пленумов. А вот чтобы будущие чиновники не обольщались, прямо рядом с учебниками несколько полок партийных статей о борьбе с коррупцией. В Китае со взяточниками не церемонятся наказания, вплоть до смертной казни. Впрочем, полностью искоренить коррупцию не помогают даже драконовские методы. Особое внимание моральному кодексу чиновника. Недавно в список запретов добавились еще несколько пунктов переедания, альдюльтер и гольф. Элитарная игра в Поднебесной на пике моды. Поля для гольфа обнесены забором в человеческий рост. А вместе, надежно скрытым от посторонних глаз, да еще и в обществе богачей, слуге народа делать нечего. Несмотря на жесткие ограничения и запреты, желающих примерить мундиргослужащего меньше не становится. В этот раз соискателей полтора миллиона. Но шансы ничтожно малы. Удача улыбнется лишь двум процентам из них. Марина Чайко, Владимир Жевский, Первый канал, Китай.